всем привет с вами линк вы на канале гильдия леммингов сегодня рубрика то есть я продолжаю снимать свои ролики несмотря ни на что обзавелся новым оборудованием новая камера у меня не одна и вот сейчас я провожу тест второй камеры первая была на мышке trust вот эта мышь я показывал это была другая камера и сегодня я пробую еще один вариант посмотрим какая будет лучше ну да ладно ребят сегодня я хочу показать вот такую игрушку эта фигурка трансформер вот такой вот робот это она наверное скорее всего я так думаю вот это она она трансформируется в вот такого паука посмотрите вот такой вот паучок сейчас эра динозавров это модно машина уже не актуальная актуально и всякое зверьё зверьё ну и насекомое видимо фирма джини джини поближе пластик то есть это китайская контора которая пытается производить обалденные игрушки ребят я почему у глаз упал на эту коробочку очень клёво мне показалось очень классного качества за свои деньги просто ну обалденски вот вот паучок который у нас получается такая черная вдова вот компания made in china естественно вот китайские конторы иногда нас радует хорошими вещами ребят так как деньги на настоящее не хватает я конечно люблю сквореникс нека и все такое прочее очень люблю японские игрушки но они стоят безумных денег вот эта вещь мне обошлась 3 доллара ну максимум там четыре от силы но вот если вы купили ее там у сквореникс of или вот этих вот и японцев которые делают шикарные вещи вот такие то вам бы она обошлась долларов наверно под сотню минимум долларов 60 на распродаже супер 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 70 процентной скидкой но вы заплатили бы ну просто если нашли бы за 30 35 40 то надо было бы хватать и бежать хватать просто и бежать фигурки очень шикарная очень хороший блистер написано для детей трех лет коробку открыл так как что-то там были на палатке с камерами это дубль 2 посмотрим на саму фигурку фигурки очень клевые по крайней мере мне так показалось есть конечно нюансы мы прорисовка покраска качество пластика есть вот такая вот кишня она она такая кошка с каким-то зубом вот который вот так сломался ну вот это видимо и разница в качестве между дорогими фирмами и дешевыми китайцами это все делается клеится правда потом играться с этим делом нельзя только как экспонат в шкафу очень хрупкий пластик это вот кошка такая очень хрупкий пластик и очень слабое пвх покрытие то есть они экономят ложат недостаточной недостаточном объеме чтобы получилось дешевле ну вот в итоге получается надо такие вещи пластик который особенно делается под стекло прозрачный он всегда очень хрупкий поэтому всегда очень аккуратно нажатием на вот эту кнопку вот эта кошка должна приходить в общем складываться назад как рулеточка такая своеобразная там такой механизмик стоит и в общем этот паук использует вот эту кошку то так как это спайдер-мен как здесь написано спайдер-мен гост то ну вот да в общем сильно много внимания и уделять не будем хотя я это уже сделал посмотрим на саму фигурку ребят значок первое что бросается в глаза это на значок трансформеров по моему десептиконы обозначается хотя ребята по моему не имеют права использовать этот значок на своих роботов это китай кто тут смотрит за правилами следит что хотим то напечатаем ну возможно это и неплохо для нас кто допустим платит небольшие деньги очень много движущихся элементов ребят то есть движение очень классная то есть так вот он как-то умеет это делать чтоб не сломать ничего но в общем вот это членистоногая штука ноги поворачиваются как-то очень похож на японского робота очень дорогого я недавно смотрел в интернете вот правда у них по моему не видно вот этих вот всех болтиков которые здесь вот даже немножко поржавели чуть-чуть что ли либо специально так покрашены затемнены вот не разобрать скорее всего это немножко ржавчина что игрушка двенадцатого года вот то есть ей уже почти три года как она выпущена вот где-то на складу она завалялась было видимо распродажу поэтому цена вот такая была но сделано очень красиво ребят очень много деталей очень внимание деталям много было уделено поэтому очень интересная получается такая игрушечка вот фигурка просто забавно двигается по артикуляции двигается нижняя часть двигаются лапы ноги они такие на шариках чем шарики тоже двигаются ее надо немножко разработать сгибается она в колени стопа носок здесь вот эта беда разворачивается потом в такую клешню как я уже показывал да руки он тоже самое плечо полная полный спектр движения у нее предплечье то есть практически полностью вращается сгибается вы можете делать единственное что кисти кисти зафиксированы и не вращается вот это вот вещь она цельная цельно летая фокус вернись пожалуйста к нам я извиняюсь ребята надо привыкнуть работать с камерой на это уходит какое-то время вот это элемент резина все остальное пластиковое вот эти тоже резиновые штуки вот такой каучук плотненький двигается у него таз тазовая часть у нее паучихи есть какие-то вот такие вот щупальца забавные вот морда паука видимо при трансформации это все это все как-то происходит на трансформацию покажу позже хотя здесь трансформировать ничего вот и голова тоже двигается она насажена как и в дорогих фигурках на такой шарик многие вне дорогих тоже сейчас это модно артикуляция героя должна быть хорошей вот плюс у нее двигается еще и шея к тому же и помимо шеи еще двигается еще и вот эта часть сгибается в общем все здесь двигается артикуляция безумная за эти деньги просто по халяве оторвал ребят такая фигурка должна стоить на меньше 20 долларов я думаю но аналогичные фигурки так и продают то есть минимум 20 баксов при том что она еще и трансформер а это вообще вау 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 покрас единственное что покрас видите вот выдает китайские некачественные вещи в дорогих фигурках вы такого не найдете чтобы так вот краской просто наляпали не про красы какие-то были либо висели на ну вот на детальках вот эти вот кусочки которые надо срезать чем-то ножичком аккуратно чтобы она не портила вид пластик не обрабатывается тщательно ну оно и понятно за эти деньги вы сами допилите наждачная бумага канцелярский нож вам в руки и вперед в общем вот такая фигурка может сразу трансформацию показать чтоб не пилить второе видео но я ребят вместе с вами первый раз кто-то смотрю я не знаю как тут что работает как тут что открывается открывается ли тут что-то вообще то я уже открыл или сломал или выдрал их его знает выдрал скорее всего здесь открывается люк зачем-то знаю зачем здесь открывается видимо складывается знаю наверно все таки я покажу вторым видео надо разобраться чтобы сейчас не сидеть не тратить ваше время тогда покажу вам трансформацию вот этой замечательской фигурки то есть принимает она вообще различные формы нету пушки правда у нее ну вот вместо пушки использоваться беда вставляется в руку видимо как-то так стреляет вот этой кошкой вот ну не знаю можно допилить что-нибудь самим если есть какие-то роботы забрать одну пушенцию у них вот тоже минус еще вот эти шарики очень здорово разбалтываются надо будет что-то подкладывать что-то доделывать ну и ладно фигурка недорогая копейки за нее отданы так что в принципе нормально ну на сегодня все с вами был link трансформацию я разберусь как эта штука превращается вот хоть во что-нибудь и тогда запилю покажу сзади вот такие лапы вот такое вот брюшко интересно ух ну увидимся в следующем видео ребят пошел разбираться буду смотреть думать гуглить может что-то найду может быть сам разберусь я думаю не так это все сложно здесь вот ну да увидимся в следующем видео 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 всем пока папа бабам